Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Сегодня мы с вами выкатываем из ангара на несколько каток АМХ М4-45. Это тяжелый танк 7 уровня, который ведет вас по ветке французской техники к тяжу АМХ 50Б. Итак, что за машинка? Давайте быстренько и кратенько обсудим. Сразу скажу, есть несколько орудий, есть базовое орудие, есть два альтернативных орудия, есть два альтернативных двигателя, альтернативные гусли. Пока начнем как обычно с орудия, к остальному переметнемся непосредственно в бою. Базовое орудие собой представляет, но я бы сказал, что по сравнению с альтернативным не очень, потому что 2110 урона, если в принципе так смотреть, то довольно неплохо. Время перезарядки тоже довольно неплохое. Вот среднее бронепробитие, как для 7 уровня для тяжа, в 170 единиц, ну я бы не сказал, что прям совсем комфортно. Углы склонения минус 10. Крайне хорошая циферка для тяжа. Здесь спорить не будем. Плюс 12 не особо пользую, поэтому критиковать тоже не буду. Есть, да и есть. Средний урон 225 единиц. Вот это уже как бы немножко смущает, потому что для тяжа 7 уровня хотелось бы хотя бы где-то в районе 200, там я не знаю, 60-280. Тогда было бы совсем комфортно. Что касается времени сведения, ну я бы не сказал, что оно там какое-то слишком хорошее, но и не очень плохое, поэтому в принципе среднячок тут все окей. Разброс на 100 метров тоже довольно неплохой. Это базовое орудие. Есть альтернативное орудие, которое собой представляет уже 2435 единиц урона в минуту, которое перезаряжается существенно приятнее за 5,5 секунд, а это в принципе довольно неплохо. Бронепробитие уже 200 единиц, и это очень приятно, как на 7 уровне. И 225 альфы в принципе так и остается, без изменений. Что касается углов склонения, тоже не меняются. Итак, башенка в любом случае вам необходима для того, чтобы перейти на следующий уровень. То есть без нее вы не сможете, поэтому 9600 накатить на нее необходимо и соответственно потратиться. Да и в принципе с этой башенкой танчик играется ну куда лучше, потому что если посмотреть на него вот так вот, он уже имеет слизы вот эти вот, щеки менее такие ровные, в которые тяжелее пробить. Но короче говоря, башенка более толковая. Плюс, хотелось бы обозначить по башне, что башня, она существенно добавляет вам, ну как бы играбельности танка. Потому что прочность техники, хоть и на базовой башне всего лишь на 70 единиц, да, будет лучше. Но поверьте, лучше полторуха, чем 1430. Поэтому здесь довольно неплохо. Что же касается массы танка. Масса танка безусловно увеличится при лучшей башенке. При этом, основное бронирование у вас существенно изменяется в отношении башни, потому что вы сразу получаете на альтернативной вот этой башенке плюс 65 единиц брони. То есть 65 миллиметров, это практически, ну, в два раза, то есть, ну, существенно даже больше, чем в два раза. Борт становится в два раза крепче. То есть здесь был 45, стал 90. Была солба броня 80, становится уже 145. Да, в корме теряет 5 миллиметров. Ну, корма, она и есть, корма, все равно прошивать будут. Что 5 миллиметров плюс, что 5 миллиметров минус. Скорость поворота башни. Да, безусловно, чутка увеличивается. Ну, и дольше придется разворачивать башню. Но в целом нормально, играбельно, тут вопросов нет. Радиус обзора, ну, как бы мы не светлячок, поэтому, в принципе, нам до лампочки. Поэтому играть сегодня танчик буду на этой башенке, потому что в любом случае вам ее открыть надо будет. Играть буду на альтернативной пушке, не на базовой, по одной простой причине. Потому что для того, чтобы открыть альтернативную пушку, за 9600 все равно откроете башню. И за 18500 можете открыть альтернативную пушку. Сам АМХ 50100 для того, чтобы открыть, надо собрать 81 тысячу опыта. Соответственно, честно говоря, базовая пушка, она настолько тяжелая в игре, что лучше 18500 потратить на альтернативную пушку и потом уже катать 81 тысячу опыта на АМХ 50100. Что же касается движков, здесь история немножко другая. Ребят, не надо хаять меня в комментариях по поводу того, что танчик необходимо выкатать сначала до 100%, а потом его показывать. Я показываю танчик, каким он будет, когда вы будете катать танчик, играя на нем исключительно для того, чтобы добраться до десятки. А вот если вам уже зашел этот танчик, тогда открывайте всю альтернативку и радуйтесь жизни. Некоторые вещи открываются автоматом, когда вы проходите по ветке. То есть оставьте себе его в ангаре, он у вас откроется и возможно заиграет новыми красками. Теперь, что касается движков, скажу следующее. Да, топовый двигатель, но довольно существенно лучше, чем базовый, потому что мощность двигателя увеличивается на 330 лошадиных сил, увеличивается средняя скорость на 8 километров, а для тяжа это существенно. Тяга вооружения увеличивается и скорость поворота корпуса, что тоже, кстати, значительный показатель для тяжа, ну и в принципе для любого танка. Но, ребята, давайте будем говорить откровенно. Базовое пихло в принципе играбельное и я вам сейчас его покажу в действии непосредственно в замесе. Что же касается альтернативных двигателей, то один альтернативный двигатель вам обойдется в 18,8 тысячи опыта. Давайте будем говорить 19, да. Этот двигатель 9 уровня обойдется вам без 300 в 25 тысяч опыта. То есть для того, чтобы открыть двигатель топовый, вам необходимо 19 здесь и 25 тут. То есть в принципе, грубо говоря, если я умею правильно считать, 44 тысячи вам необходимо будет потратить опыта, чтобы открыть только двигатель. Из этих 44 тысяч опыта складывается практически 50% веса всего АМХ 50-100. Поэтому имеет ли смысл половину опыта, который необходим для открытия восьмерки, потратить на двигатель, чтобы потом на нем катать и опять зарабатывать 44 тысячи опыта на АМХ? Здесь вопрос крайне спорный. Поэтому сегодня я катаю танчик исключительно на базовом двигателе, на топовой пушечке, потому что без нее, честно говоря, ну крайне скучно, крайне сложно и крайне неиграбельно. И 18,5 тысяч стоит того, чтобы ее открыть. Ну и соответственно на башенке, которую в любом случае открыть придется для того, чтобы АМХ 50-100 мы открыли. Я думаю, мы все с вами обсудили и теперь закатываемся в бой, смотрим на что способна данная машинка и там ее обсуждаем. Ребятушки, пока мы заходим в бой, я хочу попросить каждого из вас, кто еще не подписался на мой канал, сделайте любезность, оформите подписочку. Данная подписка в списке ваших подписочек не будет вам абсолютно ничем мешать. Вы будете видеть сообщения о выходе новых видео, возможно они вам будут полезны, информативны, интересны, своевременны. Ну, короче говоря, как минимум приятны к просмотру. Ну, а для моего канала ваши подписки и ваши лайки под каждым видео, это реально кислород, без которого, ну, не жить моему каналу на просторах Ютьюба. Поэтому заранее вам спасибо за оформление подписки. Итак, ребятки, заезжаем мы в бой. Сейчас сравниваем динамику, допустим, там, не знаю, с КВ-4. Тяжело, конечно, сравнивать, потому что КВ-4 в принципе не сильная динамичная машинка, мы не знаем, что у него за двигатель. Но согласитесь, как для тяжа, АМХ сейчас едет, в принципе, ну, играбельно, нормально. Для того, чтобы набить 81 тысячу опыта, ну, в принципе, если вы еще будете использовать бустеры, которые там добавляют к опыту зарабатываемому в бою, плюс еще там, плюс, ну, там, Х2, вот эти, Х5 и так далее, то, в принципе, 81 тысячу на АМХ 50100 выкатать, ну, и без открытия двигателя можно. Теперь, что касается бронирования. Бронирование посредственное. Вот сейчас тот же самый Defender, да, у него пробитие довольно неплохое, но согласитесь, просто в морду вот так вот на авось взять, кинуть и пробить, ну, это уже становится неприятным, как для тяжа. Поэтому я бы не расхваливал данный танк исключительно в разрезе его бронирования. Что касается времени сведения. Время сведения у данного танчика очень комфортное, но, по крайней мере, такое, что его можно отыгрывать. Точность орудия точно, ну, вопросов никаких не вызывает и, соответственно, может вполне спокойно играться. А вот живучесть данного танка, по крайней мере, по моим ощущениям, ну, крайне хреновая. Других слов у меня нет для того, чтобы описать, насколько тяжело, допустим, мне откатывать данную машину. Поэтому говорю так, как есть. Вот, в принципе, и вся живучесть данного танка. Я лично не ощущаю этот танк, как такой типичный тяж, который можно расхваливать за его живучесть в бою. Динамика стандартная. Время перезарядки крайне комфортное. Точность довольно неплохая. Пробитие, ну, тоже неплохое. Просто сам Defender довольно бронированный танчик, еще и уровнем выше. Ну, а на данный момент пока все. Ждем окончания боя, ну, и, соответственно, поговорим еще об этой машине. Итак, друзья, закончился наш бой поражением. Команда не смогла одержать победы в данном бою. Мы особо для победы-то и не сделали ничего. Ушли в минус по серебру, нанесли не так уж много урона. Заняли предпоследнее место по урону. Но всему виной тот факт того, что я выкатился на первую линию. Ну, и, соответственно, меня там крайне удачно разобрали. Удачно для противников, не для меня, само собой. Что же касается второго нашего боя. Сейчас закатываемся во вторую катку. И в этой второй катке я попытаюсь отыграть не на первой линии. Как мы уже с вами поняли, на первой линии данному танку, ну, просто не жить. Вот, ну, по определению, исходя из его не сильно хорошего бронирования, рассчитывать, что он будет отыгрываться как какой-нибудь там КВ или ИС, ну, как бы, я бы абсолютно не рассчитывал на это. Поэтому сейчас попытаемся данного АМХ отыграть где-нибудь на второй линии. Безусловно, не на третьей. Мы, в конце концов, не ПТ. Просто попытаемся не соваться первыми на рожон к противнику. Итак, ребятки, наконец-то нас закидывает в бой. Ну, и сразу обращаем внимание, что у нас сейчас ситуация немножко получше с противниками, исходя из того, что мы вверху списка, а не внизу. А значит, наши шансы, ну, немножко повыше, чем в предыдущем бою. Я поеду исключительно с нашими ТТшками. Причем, честно говоря, сыграю, возможно, не совсем, ну, как-то так честно. Я пущу их вперед. Вот, пущу их на Амбразуру, а сам буду пытаться отстреливать где-то позади. Обратим с вами сразу внимание на то, в кого целить будут. Но я думаю, что целить будут исключительно, в первую очередь, в Тигра 131, да? Исходя из того, что он ниже по уровню. Хотя, честно говоря, бронирование, ну, не знаю. Я бы сказал, что где-то на уровне друг у друга. По крайней мере, по субъективным ощущениям, играя на одной и на второй машине. Я не то, чтобы не любил французские танки, но мне, честно говоря, они как-то удовольствия не приносят совсем никакого. Точность? Да, вопросов нет. Но, честно говоря, неплохая точность и у немецких танков. Только у немецких танков есть еще и броня при этом. А у французских танков особо броней не похвастаешься. Итак, возвращаясь к вопросу перемещения по карте и подвижности, то хотелось бы отметить, что, вот заметьте, я сейчас отыгрываю и, в принципе, подвижности мне хватает. Поэтому сказать, что танчик прям совсем, ну, унылый, если вы не откроете на нем топовый двигатель, я бы не сказал. Я отыгрывал на этом двигателе и только уж потом, с прошествием времени, получил движок, открыв машины выше по уровню. Альфа в 211, ну, честно говоря, маловато, потому что альфа 211 довольно-таки часто встречается, допустим, у средних танков. Отыгрывать на данном танке от башни, я бы сказал, что довольно комфортно. Но только единственное, что она сбоку шьется, поэтому, в принципе, вам стоит помнить о необходимости прятаться, если кто-то есть по бокам. Что же касается углов склонения, вот сейчас пролетело над ИСом. В этой позиции танка я не смог абсолютно ничего сделать, к сожалению. Накидываю настолько быстро, насколько могу, в зависимости от того, как перезаряжается само орудие. Я думаю, что недолго мне осталось накидывать. Уйду на ускоренную перезарядку, попытаюсь дать еще хотя бы один-два шота. Т-29 все-таки подольше перезаряжается, чем я. Ну и, соответственно, еще хотя бы один шот накину. Итак, ребятки, вот это вот все, что мы смогли сделать. Заметьте, пожалуйста, в отношении бронирования, что морда у данного танка бьется просто на ура. Что верхний бронелист, что, поверьте, нижний бронелист прошивается, ну, просто абсолютно без печали для противников. Соответственно, вот все, что находится ниже полосы соединения башни и корпуса, необходимо прятать, ну, прям совсем. И, соответственно, необходимо прятать борта вашей башни, потому что они тоже прошиваются. Поэтому, играя вот в такой вот как-нибудь проекции с углами склонения минус 10, вам будет плюс-минус комфортно. Все же, что будет выглядывать из-за каких-то укрытий, будет выцеливаться вашими противниками, ну и, соответственно, шиться. Заметьте, ИС-2, он семерка, и он нас прошивал. Да, у ИСа хорошее пробитие, но в целом у ИСа нет такой беды с лобовым бронированием, как у этой машинки. То есть, ну, говорим о том, что в целом бронирование оставляет желать лучшего. Орудие, да, довольно комфортное, довольно удобное. Сейчас досмотрим этот бой, вернемся в ангар, ну и подсуммируем все, что мы увидели. Ну что, братцы, вот мы и вернулись из боя. В данном случае у нас уже победа, а не поражение, 1730 нанесенного урона. И танчик это может, то есть это не случайность, это не повезло, это действительно так, как танчик отыгрывается. Мы заняли первое место по урону, сделали один фраг, но в целом я бы сказал, что результат довольно неплохой, как для этого танка, и в целом как для команды. Поэтому давайте суммировать следующим образом. Для тех, кто собирается катать эту ветку, скажу следующее. Данная машинка в моих конкретно руках и по моим субъективным ощущениям не является какой-то там мега супер имбой. В принципе, до имбовости, ну, не хватает только топового двигателя, но живучести вам это абсолютно не добавит. Какой могу дать совет? Играйте на этом танке не на первой линии, отыгрывайте на второй, едьте и пускайте впереди себя другие тяжелые танки, либо едьте на линию СТ. И, в принципе, отрашивайте там это направление. Потому что ехать в первой линии конкретно на этом танке крайне не рекомендуется и очень опасно для жизни. Поскольку пробивается он вот здесь вот, в принципе, везде, куда только попадут. Если вы спрячете все, что находится, назовем это, ниже ватерлинии, тогда да, от башни отыгрывать можно. Но как только вы начинаете делать вот так, вот здесь уже у вас зеленое пятно, которое будет прошиваться. Про корму молчу, и так всем все понятно. Кумбашенка есть, но она очень маленькая. Ну и, короче говоря, кроме как в клинчах, ну, я бы сказал, туговато отыгрывать против АМХа М4-45. Поэтому, ребят, вам не придется выстрадать свою восьмерку. Вам не придется на ней, ну, как бы там, умирать и плакать. Вам придется периодически умирать, но без слез, если вы не будете зарываться и рваться вперед. И, соответственно, если вы вполне спокойно, нормально будете отыгрывать, то я думаю, что особого труда открыть вам АМХ 50-100 не составит. Составит немножко труда набрать 18,5 косых, для того, чтобы вместо базовой пушечки открыть альтернативную. А на ней играется куда веселей. Это был мой отзорчик на АМХ М4-45. Если вам понравилось, станьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Я вам буду очень благодарен. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Ну и обязательно, как обычно, всем исключительно мира желаю и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok